Привет! И сегодня у нас экстремальные классики челлендж! В наших классиках будут очень сложные задания, поэтому Свете и Богдану будет очень непросто эти задания выполнять. Это не просто так взял и пропрыгал, как в обычных классиках. У нас экстремальные классики! Нас с Богданом ожидают нереально сложные задания. Я так думаю, что челлендж удастся, он будет прям мега классным. Я с ними справлюсь, со всеми заданиями, а Богдан нет, не справится. Нет, я справлюсь со всеми! Я, я со всеми, со всеми справлюсь! Мы узнаем, кто справится, Света или Богдан. Они будут соревноваться на этой доске. Я буду записывать очки, которые они будут зарабатывать и посмотрим. Первое задание. Мы будем двигаться от легкого к сложному, поэтому можно сказать, что это практически тренировка. Но кто-то из вас заработает очко, а может быть даже оба, если справятся. Вам нужно сейчас пропрыгать эти классики на одной ноге, каждую клеточку поочередно и вернуться назад, не останавливаясь. Это как вообще? Это очень просто. Вот смотрите, начинаете так вот. Раз, два, три, четыре. Ну и так далее. А потом еще и обратно. Все понятно? Да. Давай я первый! Ты хочешь попробовать? Может быть мы предоставим Свете первой право прыгать, потому что заодно ты посмотришь, какие ошибки она совершит. И может быть все сделаешь правильнее? Нет, я предлагаю, что пусть Богдашка у нас будет первым. Он активный, он смелый, прыгучий. Ладно. Давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не останавливайся. Вот это да! Фу, я думала он упадет. Видите, как он руками так размахивал, размахивал. Так вот трясся. Но пропрыгал ведь. Богдан зарабатывает одно очко. Сета, а у тебя получится? Не знаю. Так, сосредоточься. Заколдую, чтобы Света на первой клеточке упала. Она уже шатается, еще прыгать не начала. Так, главное, надо сделать все аккуратно и медленно. И Света на нее упала. Раз, не мешай. Ты посмотри, как ловко она прыгает, а? На носочки прыг-скок. Последнюю. Последняя клеточка, Света. Что тебе помешало прыгнуть на нее? Я в бак упала. Так обидно, Свете, наверное, сейчас. Вы посмотрите на ее лицо, а? Это очень сложно. Это выглядит довольно-таки легко, но когда ты начинаешь это делать, это очень сложно. А мне легко, потому что я активный, бегучий. И мне это все легко. Я полностью согласна со Светой. Когда я пыталась показать, как это нужно сделать, я поняла, как это тяжело. Записываем очки. У Светы 0, а у Богдана 1. Задание усложняется. Сейчас Света и Богдан будут прыгать самым классическим способом. Вот так. Раз, раз, два. Но делать они это будут закрытыми глазами. Я приготовила для вас вот такие замечательные маски. Каждый из вас наденет эту маску себе на лицо. И с этими масками на глазах, то есть ничего вообще не видя, они будут прыгать. Чёрт Богдан 1. Я посмотрю на все его ошибочки, учту и сделаю намного лучше. Так, я называю свои невидимые очки. А, то есть ты хочешь потренироваться? Ну, попробуй сейчас как будто бы с закрытыми глазами. Вот пропрыгай несколько клеточек. Ну, смотри, у тебя все получится. Все, у меня все абсолютно черное. Я ничего не вижу. Совсем ничего? Да, у меня одно черное. Главное, попади в клеточки. Я запомнил. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Снимай маску и смотри. Ты должен быть вот на этих клеточках, а ты припрыгал вот сюда. То есть тебе не хватило длины прыжка, чтобы пройтись по этим классикам точненько и попасть в каждую клеточку ногой. У Богдана не получилось, он зарабатывает ноль очков. Теперь очередь светы. Ребят, мне-то легче прыгать. У Богдана, смотрите, какие маленькие ножки. Ему очень сложно прыгнуть на две клетки. А у меня, смотрите, какое расстояние. Так что у меня все получится. Я надеваю маску. Я думала, что это прыгает. Так, не отвлекайте. Ты что-нибудь видишь? Нет, я ничего не вижу. Точно-точно? Да точно. Все. Не падай. Представляете? Она без единой ошибочки четко по этим квадратикам дошла до самого конца классиков. Вот это да. А теперь нужно пройти обратно. И это ни капельки не легче. А ну-ка, отойдите. Вот это точность. Я же говорила, что у меня все получится. Я думаю, что Света тихаря просто вот тренируется. У нее, наверное, в комнате классики нарисованы. И она с закрытыми глазами по ним прыгает. Такие невидимые классики. Она такие специальные очки надевает. Ну, что вы... И в классике надевает вот эту упорядочку и прыгает. Ну, что вы меня палите? Света заработала одно очко, а у Богдана ноль. Счет выровнялся. Один-один. Ребят, я уже вижу в руке у мамы кастрюлю с водой. И я понимаю, что нам предстоит с Богданом делать. Света очень догадливая, потому что сейчас Света и Богдан по очереди будут прыгать, держа кастрюлю в руках. В кастрюле налита вода. Заработает очко тот, кто не прольет воду. Вообще? Да, вообще. Это очень сложно, ребят. Итак, кого кастрюлька? Моя или Светина? Для Богдана кастрюлька немножко поменьше, а для Светы кастрюлька немножко побольше. Кто первый? Я! Богдан всегда вызывается быть первым. Прям вот смелый пацан, правда? Да, я смелый. Я, пожалуй, подальше отойду. Не дай бог он разольет эту воду на меня. Держи ее так на расстоянии, чтобы она меньше плескалась. Ничего себе! Чуть не пролил. Чуть-чуть-чуть пролит, а? Прыгай обратно, вот прям вместе с этой кастрюлей. Как Богдан боится. Но, но прыгает. Так, 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 так. Богдан пролил буквально совсем капельку, когда прыгал туда. Сейчас мы посмотрим, а сколько воды прольет Света. Они такие добрые. Они дали мне огромную кастрюлю, и тут куча воды. Светочка, ты просто больше, чем Богдан, поэтому и кастрюлька у тебя побольше. И тяжелее, спасибо. Раз. Ой, два. Так, Света уже чуть-чуть пролила. И это чуть-чуть столько же, сколько пролил Богдан. Нет, это меньше. Света, тут уже целая лужа. Посмотрим, как Света пройдет эти классики обратно. Ты что по ним ходишь? Ты по ним прыгай. Это же все-таки классики. Вы видели? Как я не кастрюлю, пока я видела, упала. Вы видели, как Света прыгнула, она вот так стояла и прыгнула вот так, а потом вот так. Это против правил. И учитывая, что Света пролила воды больше, чем Богдан, у нее ноль в этом задании, а у Богдана одну очко. Ноль, один. И общий счет становится 2-1 в пользу Богдана. Ребята, а вы знаете, что из тех, кто нас смотрит, только 35% уже нажали на кнопку подписаться? И сейчас будет задание специально для остальных наших зрителей, которые еще на эту кнопку не нажали. Я кладу эту кнопку вот сюда. И теперь Света и Богдан должны будут пропрыгать классики так, чтобы не наступить на эту кнопку. То есть не нажать на нее. Так, я первый, я смелый. Раз, два. Ну, опа. А теперь обратно. Ладно. Так. Я теперь понимаю, почему вы не нажимаете кнопку. Наверное, вы тоже играете с нами в классики. Наверное, у них клеточка, где лежит кнопочка подписаться, такая маленькая, что они могут с легкостью ее вообще перепрыгнуть. Ну, то есть они никак не могут нажать на эту кнопку. У них не получается. Света, у тебя тоже не получится, правда? Не знаю. Прыгай. И обратно. Вот видите, как легко они пропрыгали в этот раз и не нажали кнопку подписаться. Но ты наверняка, наверняка сможешь на эту кнопку нажать. Ребят, а сейчас я покажу, как правильно все-таки прыгать по классикам. Смотрите внимательно. Видите, кнопочка стала серой. Нажмите на нее, и она тоже у вас будет серой. Вы станете нашим подписчиком. Следующее задание для Светы и Богдана. Смотрите, какие у меня кухонные инструменты. Ложка и... Я не знаю, как называется эта штука. Как она называется? Фоварешка, недоповарешка. Вот тебе будет ложка, Богдану будет недоповарешка. Нам с ними прыгать надо. Да, вам нужно прыгать с ними и еще с одним маленьким предметом. Зубах или в руке? В руке. И у каждого сырое яйцо. У тебя на ложке. У Богдана на недоповарешке. И вы должны пропрыгать эти классики туда и обратно. И, естественно, не разбить яйцо. Это же очень сложно. А кто говорил, что будет легко? У нас экстремальные классики челлендж. Богдан первый прыгает. Я учитываю все его ошибки и попытаюсь не допускать их. По-моему, Света просто очень боится разбить яйцо. Так. Опа. Чуть-чуть не соскочил с классиков. Но посмотрите. Посмотрите, он донес это яйцо в целости и сохранности. Ну-ка, 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 посмотрим, как это произойдет на обратном пути. Получится или нет? Так. Оно дергается, дергается там. Оп, оп. Ура. Я прошел. Богдану легче. Посмотрите, у его недоповарешки есть вот такие стеночки, которые держат яйцо. Зато у его недоповарешка, смотрите, какая пружинистая. И если бы он чуть-чуть сильнее прыгал, то яйцо бы просто выскочило. Поэтому я не могу сказать, что Богдану было легче. Ребята, вы посмотрите, оно даже так просто. Я держу в руке ложку с яйцом, оно и так дергается. Я не представляю, как я смогу прыгать по классикам, держа вот эту конструкцию в руке. А ты держишь так, что у тебя рука шатается. Ты вот так вот возьми, вот прям вот так вот крепко. Максимально расслаблено и по клеточкам. Я буду расслаблена, если вы мне не будете мешать. Давай, мы отойдем. Опаньки. Наверное, это было вкусное яйцо, если бы из него сделать яичницу, но в разбитом виде на полу. Оно, конечно, уже ни на что не годится. Света, ты не смогла заработать очко в этом задании. Я уже думал, оно сюда упало, я уже думал. Что такое с этим яйцом? Оно неразбиваемое, что ли? Я тоже обратила внимание, что когда яйцо упало на наши классики, оно не разбилось. Ну, потом отскочило на пол. Ура! Снова 0-1. Богдан уже лидирует со счетом 3-1. Это фантастика. А теперь у меня акробатическое задание для Светы и Богдана. Все очень просто, прям очень-очень. Вот вы так прыг, потом прыг, а потом вот так вот в воздухе разворачиваетесь, вот так вот, и прыг. А потом опять в воздухе разворачиваетесь, и прыг. Но они должны будут дойти до конца классиков. Ничего себе, вот это сложно. Ну, сложно для Богдана, я с этим справлюсь. Мне же надо его догнать. В общем, там, где одинарные клеточки, вы лицом по ходу движения, а там, где двойные клеточки, вы задом по ходу движения туда и обратно. Нет, я, я смелый, я первый, я первый. Надо быть не смелым, а точным, аккуратным и уметь перекручиваться в воздухе. Прыжок. Второй. Перекрутился в воздухе, встал задом. Теперь снова перекручиваешься, чтобы оказаться передом по ходу движения. Ну-ка, опа. А теперь, вот это да, смотрите, у него получается, но он балансирует на грани. Тяжело, болейте, ставьте лайки. Опа. Ну-ну-ну-ну. У него получилось. В одну сторону он прошел. Так, теперь нужно вторую. Вторую, представляешь, тебе прямо вот здесь нужно уже в прыжке развернуться, потому что сейчас ты идешь обратно. Опа. Так. Опа. На, 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 на. Ес, ес. Я же говорила, что у него ничего не выйдет. А теперь моя очередь. Я думаю, что Света упадет на первой клеточке. Вот так, вот так. Пока что ты только упал, а у меня все впереди. Впереди, смотри, ты сейчас тоже будешь падать? Нет, я сейчас буду не падать, не совершать те ошибки, которые совершил Богдан. Все, спокойно, не мешать. Я слабо. Так. Опа, перевернулась в воздухе. Держись, 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 не падай. Ребят, я специально для вас хотела встать на мостик. Мне кажется, Света придумывает на ходу. Опа. Вот это да. Так. Упури. Опа. Клеточки даже разъезжаются. Вот это сила. Но я удержалась. Света прошла в одну сторону. Теперь тебе нужно пройти обратно, вернее, пропрыгать. Опа. Без передышки. Ну, 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 ну. Это заколдованная клеточка. Видели, Света точно так же, как и Богдан, упала именно на этой клеточке. Это оказалось очень сложное задание. Я даже не знаю, как я прошла в одну сторону. Ноль-ноль. И Богдан по-прежнему впереди. Заметили, что задание у нас становится все сложнее и сложнее. Мам, спасибо, что дала посидеть на мячике. Он тебе сейчас пригодится. Вот этот шарик возьмет Богдан. Этот мячик возьмешь ты. И буду в руках его держать. Нет, вы будете держать его коленями и прыгать туда и обратно. Это как, вот так? Да, вот так вот держишь коленями и прыг-скок, прыг-скок. А я как, вот так что ли? Ну смотри, удерживаешь, удерживаешь. Ну-ка, подпрыгни. Мама, ты фитнес-мяч-то чего? Ну посмотри, какой он мягенький. Удобненький. А можно хотя бы руками придерживать? Ты хочешь прыгать вот в такой позе? Нет, Светочка, руками не придерживаем. Это нереально, ребят. Вот Богдан почему-то считает, что все реально. Он уже готов прыгать. Держи мячик вот крепко. Не мячик, а шарик. Шарик. А если он лопнет? Ну если лопнет, то ты проиграешь. Проиграй, проиграй. Раз, два, опа. Так, 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 так. Ничего себе. Конечно, легко. Мне, видите ли, фитнес-колючий мячик, а ему обычный воздушный шарик между ног. Да, это легче легкого. У Богдана фитнес-мяч просто бы не поместился между ног. Ты сама говорила, что ножки у него маленькие. У меня тоже ножки маленькие. Особенно для такого огромного фитнес-мяча. Челлендж есть челлендж. И мы смотрим, сможет ли Богдан пройти обратно эти классики. Держи шар коленями вот так вот. Все, у меня все настроено. Раз, два, три. А, 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 не падай. А, мяч, 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 мяч. Держи его. Все, Богдан, ты упустил мяч. Он выскользнул у тебя из ног. Вот все. Богдан не смог, не справился. Я думаю, светлый, что тоже не получится. Вот не надо. Вот сейчас я как возьму, как пропрыгаю туда и обратно. Правда, я не представляю, как. Ребят, если вы болеете за меня, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Это нереально сложно. Свете действительно тяжело. Прям вот видно, как она готовится. Прям как спортсмен. Ну. Раз, два. Опа, 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 опа. Вот это да. Светочка, ты еще, кроме того, что с мячом прыгала, ты еще и на скорость. Прыгала. Видели, как она просто пролетела, эти классики. Это невозможно, потому что шарик огромный, и когда я начинаю прыгать, он прям вперед меня тянет. Может быть, у него реактивная тяга? Может. Сейчас я немножечко передохну. И будет прыгать обратно. Ребят, знаете, я себя чувствую, как самец пингвинов, у которого огромное яйцо, и который пытается его удержать. Но пингвины, они медленно ходят с этим яйцом, а Света вообще бешено прыгает. Опа. Поскакала, поскакала. Вот это да. Света, я просто восхищена тем, как у тебя это получилось. Скажу честно, я бы сама не справилась. Вот это абсолютно точно. Поэтому то, что сделала сейчас Света, это вообще-то фантастически. Честно говоря, когда я придумывала это задание, я была уверена, что они с ним не справятся. 1-0. Счет становится 3-2. Богдан еще впереди, но разрыв уже не такой большой. А теперь просто хардкорное задание. Я, честно говоря, думаю, что с ним бы не справился даже какой-нибудь профессиональный спортсмен. Посмотрим, смогут ли Света и Богдан хотя бы изобразить что-нибудь похожее на выполнение этого задания. Меня мама уже как-то очень сильно напугала. Очень-очень. Меня тоже. Звучит легко. Ага. Выполнить очень сложно. Нужно пропрыгать туда и обратно. Задом, наперед. Богдан первый. Богдан первый. Пусть он первый. Ты уже готов вот прям так сразу раз и прыгаешь без каких-либо опасений? То есть ты уверен, что у тебя получится? Он уверен, что у него не получится. И он покажет тебе, как не надо делать? Да. Посмотрим. Опа. Опа. Пока что получается. Богдан с трудом балансирует. Но смотрите-ка. Ура. Первый. Я бросал. Ура. Я понимаю, что с закрытыми глазами, но ты хотя бы вперед прыгаешь. Но когда ты прыгаешь задом наперед. И тебе нужно вот так вот ты стоишь и на одну ножку. Опа. Нереально. Богдан, тебе предстоит пропрыгать обратно. Опа. 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 Чуть не упал. Опа. Опа. Совсем чуть-чуть осталось. Опа. 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 Ура. Я профессионал. У меня нет слов. Он действительно профессионал. Вот теперь я точно должна победить эту малявку. Посмотрим, что будет получаться у Светы. У нее тоже получается. Вот она смотригла. А я поняла, почему у Светы получается. Вы видели, как она прыгала? А она делала вот так. Она смотрела, куда она прыгает. А Богдан, между прочим, не подсматривал. Правил их не оговорено. Согласна. Теперь прыгай обратно. Опа. Опа. Вот это да. Слушайте, у меня такое ощущение, что они на самом деле пленку назад что ли запустили, пропрыгали нормально. Вы видели, с какой легкостью Света это сделала? Просто я в шоке. Не, когда пленку запускаешь обратно, это выглядит вот так. Вот так было бы фейк. А я пропрыгала честно. Так что иди, давай, засчитывай баллы нам. 1-1 в этом задании. А я думала, что будет 0-0. Мне показалось, что Света и Богдан очень легко справляются с теми заданиями, которые я считала очень сложными. Поэтому я придумала беспроигрышный вариант. Вам нужно всего лишь пропрыгать классики. Вот просто пропрыгать туда и обратно. А мне пропрыгать? Тут я не знаю, как прыгать. Как? Очень просто. Вот тут немножко кетчупа. А вот тут капелька муки. И просто прыг, скок, прыг, скок до самого конца. Тут разворачиваетесь и прыгаете обратно. Угу. Очень легко. Прям очень просто. А если я не хочу испачкать свои розовые пяточки? Тот, кто откажется, естественно, не получает очко. И самое главное, что нужно пропрыгать эти классики самым обычным способом. То есть один, один, два. Один, два, один, два. Все как обычно. Я откажу тебе лучше. Ты откажешься? Да. Я откажу. Если он откажется, я получу балл. Я согласна. Если ты сумеешь пропрыгать туда и обратно, а вдруг у тебя не получится? Получится. Все у меня получится. Не в первый раз пяточки пачкать. Главное, не торопись. Раз, два, три, четыре, пять. Ой. Разворачивайся. Ужас. А теперь обратно. Это очень скользко. Я наступаю на клеточку с кетчупом, и у меня прям нога ух улетает. Помоги. Было очень скользко, но Света справилась. Правда, с пяточками у него проблема теперь какая-то. Ха-ха. Я не могу даже на двух ногах стоять. Поэтому я сделаю вот, вот, вот так вот. Ребят, это нереально сложно и нереально неприятно. Вот вы когда-нибудь ходили по клеточкам. Кетчуп, мука, кетчуп, мука, кетчуп, мука. Вы посмотрите на мои пятки. Ну что, Богдан, ты все так же отказываешься? Ну, я попробую. В смысле ты попробуешь? Я рассчитывала, что ты откажешься. И у нас будет ничья. Света, он имеет право попробовать. Все-таки это задание, которое должен пройти каждый. И так. Так, опа. Пока получается. Офигеть. Вы посмотрите. Что с твоими ногами? Вот, что? Да. Так, готов прыгать обратно? Да. Так, так, так. Так, так. На последней клеточке Богдан наступил двумя ногами. Одной ногой на пол. Богдан, ты так старался, но в этом задании ты не справился. Я же говорила тебе, надо отказываться. Зато я пропрыгал и смог. Он пропрыгал и смог испачкать свои пятки. В этом задании счет 1-0 в пользу Светы. И общий счет становится 4-4. То есть победила дружба.